Приветствую вас. Смотрите, вы пишите. Не могу забыть мужчину. Мужчину забыть и невозможно, потому что ничего, человек, ничего забыть вообще как бы не в силах, да? Невозможно забыть человека, даже под гипнозом процесс забывания не происходит. Дальше. Расстались год назад, но все равно общаемся, но не складывается из моего недоверия, потому что он по настроению то любит, то не любит. Так. Расстались год назад, пишите вы. Из-за чего расстались вы? Это первое, да? Такой момент. То есть, расстались вы, значит, что-то произошло, да? Вот. Что-то между вами как бы было. Вот. Очевидно, что привело вас к эм... Ну, к расставанию. Значит, был какой-то конфликт, по-видимому. Вот. Соответственно, ну, очень желательно вам, как бы, этот момент обсудить, да? Очень желательно этот момент поиследовать. Очень желательно понять для себя, из-за чего вырастать. Вот. Значит, дальше. Следующий момент, который вы пишете, это то, что, значит, простались год назад, но все равно общаемся. Все равно общаетесь вы. Все равно общаетесь, зачем? Все равно общаетесь, чтобы что? А, потому что я ему не доверял. То есть, тут, на мой взгляд, есть определенного рода, значит, противоречия, общение не складывается из-за моего недоверия. Так, а вы разрешили сперва момент, из-за чего вы, из которого вы расстались для начала? То есть, сперва нужно определить. Определить, понять, вследствие чего вы расстались. Ну, вообще, объективно. Вот. По какой причине вы общаетесь дальше? Ну, по какой причине вы начали общаться или продолжили общаться? Вот. И дальше вы пишете, общение не складывается из-за моего недоверия, потому что он по настроению то любит, то не любит. То есть, тут вы так же противоречите себе, потому что, с одной стороны, вы говорите, что общение не складывается из-за вашего недоверия, а с другой стороны, вы пишете, что общение не складывается из-за настроения, то любит, то не любит. Так, из-за недоверия не складывается или потому что он любит, то любит, то не любит? То есть, это, на самом деле, такие достаточно, ну, достаточно разные вещи, я бы сказал. Если он то любит, то не любит, то он не любит, потому что любовь – это чувство постоянное. Если вы ему не доверяете, то это вопрос к вам. То есть, если вы не доверяете ему, значит, вы не доверяете, ну, скорее всего, вы не доверяете себе. То есть, ну, как бы, не можете, ну, полагаться на себя, да, не можете определиться, значит, с собой, да, вот, со своими чувствами, например, со своими эмоциями, то есть, не можете доверять именно себе. Вот, смотрите, какая штука. И получается, так получается, что именно он, ну, именно мужчина, ответственен за то, что вы не доверяете ему. Хотя, на самом деле, вы не доверяете ему, потому что не можете положиться на себя по ряду причин. Да, то есть, у вас есть какая-то, ну, условно говоря, нестабильность, да, у вас есть какая-то, вот, условно говоря, часть вас, которая, ну, вероятно, сложна для понимания мужчины. То есть, мужчине сложно понять вот это. И, возможно, именно поэтому он что любит, то не любит. Это первое. Второе. Как проявляется его, то любит, то не любит. Как конкретно проявляется его любовь или нелюбовь. Это очень важный момент, на мой взгляд, да, который нужно определить вам. Тоже, потому что это, ну, это важный аспект. Далее. Так, потому что он под названием любит или не любит. Я этого не понимаю. Чего вы не понимаете? Вы не понимаете, как вас можно любить, не любить. Ну, так, а понимаете ли вы, почему вы ему не доверяете? Вы не доверяете, потому что вы не можете положиться на себя, да, вот. Вы не можете положиться на себя, поэтому вы не доверяете ему. Потому что у вас не получается положиться на него, из-за этого вам больно, из-за того, что у вас не получается положиться на него, вот. А больно вам именно по той простой причине, что вы не можете положиться на себя. Поэтому вам больно. И вот, собственно, как бы вся история. То есть вы пытаетесь понять человека, вы пытаетесь понять человека, вы пытаетесь его понять. А вам в действительности нужно понять именно себя. Себя нужно понять. Себя желательно понять. Понимаете? Какая штука. Вот. И тогда вам не придётся пытаться понять другого. Ну, пытаться понять именно вот, ну, мотивы, да, мотивы другого. Вот и всё. То есть ещё раз. Акцент стараемся сделать именно на себя. Акцент стараемся сделать на себе. Вот. Дальше. Так, общаясь с другими, всё равно понимаю, что он лучше всех. И меня никому так не тянет, как к нему. Ну, вы знаете, тяга, вот именно тяга, если мы говорим о ней, да, о тяге. Тяга – это такой момент, который не всегда подразумевает любовь, ну, вообще, вот, ну, любовь как таковую, да. Вот. Тяга – это то, в чем вы нуждаетесь, то, что вы хотите получить от человека. Тяга – это то, что вам нужно в контексте него. И получается, что ваше лучше или хуже, что является, кстати говоря, сравнением людей, ваше лучше или хуже, оно определяется вашей тягой. Но ведь именно это и мешает вам выстраивать другие отношения с людьми, потому что есть в психологии такое понятие, как запечатление, in print. Вот. То есть мужчина – это, вот, ну, вот, мужчина, да, это то, какой вы видите себя. То есть как себя с вами вел мужчина, этот, вот, о котором вы говорите, вот такой вы хотели бы себя видеть, такой вы хотите быть. И вот вам нужно отделить себя от него, да. То есть тяга тянет вас, потому что вы с ним, с ним чувствуете себя так, как хочется вам. Так более подробнее обратите, пожалуйста, на это внимание. Как конкретно вы себя с ним чувствуете, и что вы можете сделать для того, чтобы чувствовать себя так постоянно. И нужен ли вам после этого будет мужчина ещё, если тяги не будет. Вот. То есть предмет тяги нужно исследовать. Так же, как и тот, что вы думаете о нём 24 часа. Это похоже на навязчивые мысли. С навязчивыми мыслями нужно работать. Дальше. Он стал ходить к психиатру. Наверное, вы хотели написать к психиатру. Чтобы разобраться в себе, и врач ему сказал, ограничить наше общение с ним. Я не знаю, что мне делать, помогите. Что делать, чтобы что? Елена. Ну вот, серьёзно, что делать, чтобы что? Что делать вы хотите? Что вам нужно, как бы, ну, к чему вы стремитесь, вообще говоря. Вот. То есть, какой у вас запрос к психологу? Забыть человека? Забыть невозможно. Можно изменить отношение к тому, что происходит. В этом мы можем вам помочь. Значит, именно в том, чтобы помочь изменить отношение ваше к, значит, ну, к человеку. Но не забыть. Забыть невозможно. Вот. К сожалению. А может быть и к счастью. Забыть нельзя. Именно забыть, если вычернуть в память, это нельзя. Тут даже гипноз вам, ну, как бы, не поможет в этом смысле. Вот. Такая вот история. Так что определитесь, пожалуйста, с тем, вот, с чего именно вы хотите. С чего именно вы хотели бы. То есть, чем может вам помочь психолог, например. Ну, например. Например. Да. Вот. Такая вот история. То есть, мне это видится вот так. Вам, на мой взгляд, правильно написал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, что нужно понять, чего хотите вы. Я считаю, что мой коллега в этом прав. В том, что он сказал, что нужно понять вот именно, ну, именно, чего вы хотите. Вот. И, соответственно, после этого уже можно будет о чем-то говорить. После этого уже можно будет, значит, ну, после этого уже можно будет вам выработать помощь. Ну, то есть, после этого можно будет вам помочь. Вот. Вот. Такой момент, такая ситуация, ну, мне видится. Вот. Вот. Вот, соответственно, так. Если у вас будет желание поработать, то, соответственно, обращайтесь к любому из наших специалистов. Мы вам поможем обязательно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.